Дорогие друзья, приветствуем вас на втором эпизоде Шариков подкаст. Приветствую, друзья. На этом подкаст наше желание разбирать христианские темы и говорить о христианской жизни. Сегодня тема, которую мы выбрали, это нарцицизм. И хотел бы начать с того, почему эта тема актуальна. Почему нарцицизм? Видишь ли, есть предсказание, пророчество библейское касательно этого явления. Давай мы его зачитаем сразу. Второе послание к Тимофею, третья глава, весь отрывок с первого по девятые тексты. Апостол Павел пишет Тимофею, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут, я интернационно буду выделять характеристики этого общества, самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предателя, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся». Я последнюю часть этого отрывка не читаю, но то, что мы прочли, достаточно ярко характеризует проблематику, которую мы будем обсуждать. То есть достаточно просто выйти, посмотреть на любую информацию, все эти характеристики, свойства, ну это просто чистый нарцисс. Все правильно. Последние, считается, 20-25 лет, вот эта проблема, описанная в прочитанном тексте, она просто проступила в обществе. Ну, даже опять-таки, мы сейчас не говорим об обществе, об обществе, мы говорим о нашем христианском сообществе, то есть по местных церквах. Вот это пришло. Вот это вот наглость, это напыщенность. И коль скоро мы говорим о характеристиках нарциссов, именно это наша тема сегодня, то вот оно, основание, почему мы об этом говорим. Но это, кстати, не все. Есть еще некоторые детали, которые показывают, почему нам нужно об этом говорить сегодня. Ну, вот, например, если нарцизм в целом, и мы будем касаться некоторых достаточно устойчивых мнений, заключений психологов, где-то будем их комментировать с точки зрения Библии, но вот представь себе, что сегодня формируется поколение XYZ, все те самые millennials или там пост-millennials, с которыми вообще отдельный разговор сегодня ведут, скажем, в тех же компаниях, куда устраиваются молодые люди. И есть понятие в менеджменте, что к этой категории, к этому возрастной категории нужно относиться по-особенному, не так, как ко всем. В чем вообще вопрос? Вопрос вот в чем. Если суммировать то, что относится к этим поколениям, то я бы назвал две характеристики, которые объединяют их всех. первое, они должны говорить сами, имеется в виду не просто слушать, неважно что говорить, но они должны говорить, потому что, ну, очевидно, они просто равнозначные, равноценные участники сообщества, и коль скоро мы о чем-то говорим, вот говорят все, и говорят они. Наша позиция традиционная, говорят те, которым есть что сказать, ну, скажем, там, мудрость житейская или духовные какие-то вот находки, изюминки, вообще истины, мы об этом говорим. Но здесь совсем другая исходная позиция. Говорят все, и говорю я, да. Вот вторая характеристика, которая характеризует все эти вот XYZ, да, Generations, это они центр вселенной. Им обязаны все, они не обязаны никому, ничем. И теперь... Ну, стоит подметить, это вообще как бы человеческая проблема, но здесь она как бы максимально просматривается. Гиперувеличение, да. Гипер, да, просто на стероидах. Правильно. И теперь давай соединим то, что мы прочли из послания к Тимофею, да, наглые, напыщенные, самолюбивые. И вот теперь вот это вот... Представляешь, вот общество и общественные институты заточены на формировании этих поколений. То есть, давай сделаем предварительный вывод, готовят, по сути дела, нарциссов? Да. И стоит подметить, что есть проблемы у людей, которые влияют на самого человека. Но, к сожалению, нарцицизм, он поджигает жизнь всех окружающих людей. То есть, вот эта вот постоянная жажда внимания, и как бы, чтобы его или её увидели и заметили, ну, она, получается, начинает рушить и влиять на жизнь окружающих людей. Абсолютно. Да. В этом небезопасность, если не сказать зловредность, хотя это относится к одному из четырёх типов, мы забегаем наперёд, нарциссов, но именно вот этот негатив, который вокруг этих людей, это действительно вот та самая проблема, о которой мы и говорим. Может быть, давай дадим определение, да, вот такое краткое определение того, что мы разбираем. Кто такой нарцисс? Это личность, в которой удивительным, я бы сказал, причудливым образом сочетается патологическая самовлюблённость и низкий уровень самоуверенности. Он считает себя красивым, умным и талантливым, но ему постоянно необходимо подтверждение этого от окружающих, патологическое обесценивание других и категорическая неспособность идти на компромиссы. А вот ещё, чтобы ещё один мазок сделать к общей картине темы, которую мы рассматриваем, есть, и сегодня об этом много говорится, на просторах интернета, пограничное расстройство личности, если по-русски, да, неустойчивость, в чём она выражается, неустойчивость своего «я», не знаю, кто я и кто он, ну, про себя сейчас, не знаю, кто я, да, гипотетически, да, это сексуальная ориентация, неуверенные в своей сексуальной ориентации, в смысле, с кем они пришли в этот мир, задуманы были творцом, да, вот пришёл в мир, здесь же меняют своё имя и так далее, то есть поведение, эмоции неустойчивы, смена настроений, здесь где-то биполярники тоже, да, сюда же, но очень важно отметить сразу, что нарциссизм, по сути, даже от социопатов до психопатов, вот весь диапазон, это всё-таки расстройство личности, но не болезнь. Почему? По той простой причине, что если человек болен, то как бы ответственность, если так можно сказать, на болезни, да, ну, или те факторы, которые породили эту болезнь, а вот если расстройство личности, то ответственность на самом человеке. И что интересно подметить, что нарциссы, или нарциссы, нарциссы очень-очень туго воспринимают критику и не собираются меняться ни в чём и никогда, поскольку, опять же, вот как бы самовозвышенная оценка самого себя. Верно. Ну, а в Библии вообще есть нарциссы? Конечно. Да. Вот если без натяжек, я бы сказал, царь Саул, первый царь, это вот классика, нарцисс, который, причём это пришло в его жизнь уже после падения, ничего такого не замечалось, он был достаточно скромным человеком, даже, наверное, застенчивым. Помнишь, когда его уже избрали, да, и он прячется там в обозе, всё. Вот. Ни на что не претендует, он не центр вселенной. А потом уже вот, потом, после того, когда он один раз не послушался, второй раз не послушался, и вот в его жизнь приходит нарциссизм, ну, просто классический. Начинает завидовать Давиду. Он завидует Давиду. И зависть проявляется в том, когда Давид победил, вернее, там они сказали, Саул победил тысячи, а Давид с ними, да? Да, 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 девушки-хороводы эти водили, и вот он тысячи, а Давид десятки тысяч. И он сразу скажет, он говорит, ему не хватает только царства. Да. Зависть. То есть вместо того, чтобы это, ну, как бы зависть, вроде как бы не такой, как бы прямо ужасный грех, но вот вместо того, чтобы поработать с этим, ну, таким грехом, он развился и расцвел в этот нарцисс. Все верно. Все верно. Не работал, ты правильно заметил, не работал с этим пороком, который постучался к нему, он его оставил, он был с ним, под его влиянием, и этот порок, зависть породила, породил, кроме прочего, в общем, восквернение, именно вот это расстройство личности, которое известно сегодня как нарциссизм. Можно было бы и другие примеры приводить. Некоторые элементы нарциссизма наблюдаются, ну, скажем, у гениального человека по имени Новоха Доноса. Ну да. А почему? Почему мы можем так... Ну, там есть небольшая натяжка, сразу признаюсь, то есть, если с Саулом там это просто вот вот все представлено, достаточно ярко, отчетливо, то Новоха Доноса, ему было чем гордиться, между прочим. Это все-таки висячие сады, одно из чудес света, да, и он был гениальным человеком, безусловно, это масштаб личности просто несоизмерим, вот, и его, Новоха Доноса, предупреждает Бог о том, что он, вот это самое ветвистое дерево, в кроне которого укрывались птицы небесные в большом количестве, и он говорит, тебя срубят. То есть, он предупредил, ты, великий царь, вот как это дерево будешь срублен. Нарцисс никогда не воспринимает критики, как мы уже отметили, патологически не способен ее воспринять. Он видит виновных везде, всюду, во всех, только не он. Это просто невозможно. Это невозможно. Потому что, да, у него там особое призвание, он великий, гениальный центр, как говорится, вселенной, вот это все. Поэтому он не может воспринимать. И, представляешь, сам Бог говорит Навухода Носору, что я тебя срублю, ну, то есть, я положу конец твоему величию. Он не воспринимает это. В какой-то момент, роковой момент, Навухода Носор говорит, не моя ли рука, подняв руку, он говорит, не моя ли рука, все это створил. Итак, нарциссы есть в Библии, и это, ну, тем более, мы уже отметили, что знамения последнего времени из послания к Тимофею, они будут появляться, и это будет знаковое явление. По сути дела, мы в него вошли. Это еще одно подтверждение того, что мы живем в последнее время. Вот за эти последние годы просто увеличение, умножение этого, так сказать, сообщества нарциссического, так можно сказать, вот это указывает как раз таки на то, что мы уже вошли просто в полосу последнего времени. Ну, собственно говоря, есть четыре основные предпосылки, как считают психологи, и мы, в общем-то, с этим соглашаемся, первое из которых это наследственность. То есть, лучший вариант просто родиться сразу в семье нарциссов, да? Если папа и мама, ну, в зависимости, кстати, это же и мужчины, и женщины, нарциссы, это же не обязательно только мужчины, правильно? Хотя это мужской роды. В коем случае. То есть, цветок, цветок это мужского рода, правильно, нарцисс? Вот цветок, цветок. Да. Послушай, может быть, нам нужно все-таки оттолкнуться, чтобы была связь? Цветок-то очень красивый, а нарцисс, ну, расстройство личности не очень, да, да, но вот эта легенда, легенда как раз в том, что молодой человек посмотрел на свое собственное отражение в воду и влюбился в свое собственное отражение. И поскольку он был просто очарован собой, он оставался там, пока не умер. Не мог оторваться. Не мог оторваться от собственного образа. И когда он умер, то вот какая-то там есть связь с цветком этим замечательным, вот цветок назван нарциссом. Ну, так, в сути, это гордость, самолюбование, была причиной вот гордости сатаны, который был самым прекрасным, но возгодился и стал нарциссом, можно сказать, и тоже, ну, как бы, это был его конец. Да. В отношении того, что, да, вот наследственность, смотри, от родителей, если, ну, как бы, вроде бы нету с нашей стороны вины, что ли, вот мы родились там красивыми или не очень, талантовыми или не очень, ну, что тут нашего, или плохое, или хорошее, правда, наследственность. Но вот, я хотел бы сказать, что у Ахаза, нечестивого царя израильского, родился сын, которого назвали Езекия. и вот Езекия в свои 25 лет начинает духовные реформы в народе Божьем, ну, вот, в нации. Сыны Израилевы пробудились и отпраздновали праздник Песах благодаря хорошему сыну, плохого отца. Вот и наследственность. Поэтому, ну, тут вопрос, я хотел бы отметить, что, когда молодые люди, скажем, молодой человек, да, парень смотрит на девушку и влюбляется в девушку, да, это нормально, это естественно, но я бы порекомендовал молодому человеку внимательно посмотреть на родителей. Потому что генетика, ну, генетика вообще важная вещь, да, и, может быть, там будут нарциссические черты, которые перекочевали или там где-то проявятся. Ну, зачастую, опять же, вот нарциссы, они воспаляют круг жизни вокруг себя, конечно же, влияют на своих детей, втаптывают в пол их личность и потом, исходя из этого очень низкой самооценки, сразу с вот этим бешеным соединением еще и вот этой, как бы, безупречности, то все, как бы, Взрывоопасная смесь такая, замес такой, да. Ну, вот смотри, вторая, вторая предпосылка, это психическая или физическая травма, например, жестокое наказание в детстве, да. Наказывать нужно, Библия говорит, да, не жалей розги для сына твоего, ну, и опять же, это не самое, это не панацея, правда, вот каждый должен получить розгу, так ведь? На кого-то лучше действуют слова, на кого-то, если это мальчик, скажем, не поседа, его нужно просто посадить на диван и сказать, полчаса ты с этого места не уходишь, это заточение сработает лучше, нежели там розга. Мне как-то вот недавно дали совет, что вообще состретачивать внимание мне нужно как родителю на себя, поскольку это copy-paste, то есть, если там что-то такое, что-то аж розга нужно, нужно хорошенько посмотреть в зеркало, что я... Абсолютно, абсолютно, и больше, да, влияет на себя то, что мы делаем, но тем не менее, вот несмотря на то, что наказание, дисциплина, давай так скажем, дисциплинирование это нужная вещь, тем не менее, жестокость это табуированная вещь, ни в коем случае. Там, где жестокость, это уже нечестие. Написано, что нашего Господа говорили жестокие слова нечестивые грешники. Или, помнишь, Яков скажет о своих сыновьях, Шимоне и второй-то, как этот был, Левии, которые вырезали мужское население Сихемы, и, кстати, достаточно жестоко вырезали, и он так и скажет, Яков, он скажет, проклят гнев их, ибо жесток. Понимаешь? То есть, если я воспаленный там каким-то почти праведным, по моему понятию, негодованием, Я отец, я должен там воспитывать ребенка, но я его жестоко наказываю, то это ничего общего не имеет с нормальной, библейской, даже просто человеческой дисциплиной. Сто процентов. Да. Вот, поэтому травма психическая, физическая, это вещь серьезная. Я как-то, ну, один молодой человек пришел ко мне и говорит, пастор, я хочу вам признаться, у меня есть сильное желание, оно там, deep down, я его, говорит, ношу, оно у меня есть. Когда я вырасту, ну, уже совсем уже буду взрослый, взрослый, не просто молодой человек, я убью моего отца. И я по его тону, по глазам видел, что он очень серьезно об этом говорит, и нам нужно было встречаться с ним, нам нужно было беседовать, просто работать с ним, для того, чтобы в итоге он пришел к пониманию, что это точно делать не надо. Почему? Отец жестоко обращался с ним в детстве и выполняя, давай это в кавычки, безусловно заключим свой там долг, да, но это просто была его испорченная, природа, имеется в виду отца, которую он вообще никак не контролировал, и, скорее всего, это были нарциссические замашки, необузданные отцом, которые вот так выливались по отношению к сыну. Да, наследственное дело. Наследственное, да, конечно. Ну, вот, теперь, давай посмотрим еще один, одна предпосылка того, почему приходит нарциссизм, да, стучит, так сказать, в жизнь человека, по сути дела, в мозг считается, кстати. Если в психопатии, ну, опять же, специалисты считают, что недоразвитые некоторые части мозга, лобная, висковая, висок, висковая, да, правильно, вот, части мозга, то, да, да, то, вот, третья предпосылка, это недостаток любви. С одной стороны, мы сразу это говорим, недостаток, недолюбили. Кстати, любовь-то разная бывает, есть такая любовь, которая она, ну, у нарциссов бывает, что такая грандиозная, там потом, как говорится, совесть немножко, или там просто, чтобы выглядеть лучше, вот, да, да, с окружающими людьми, и там могут быть очень большие, как говорится, такие жесты любви, да, и может там какие-то даже подарки, и все такое, но, ну, на самом деле, это же не любовь. Нет, конечно, и все правильно, вот если, смотри, какая классика, скажем, родители заняты, ну, например, бизнесом, в общем-то, нормальные вещи, мы же без фанатизма, бизнес, бизнес, пожалуйста, но если у родителей не хватило время на передачу, у мамы в частности, в частности мама, на передачу тепла своему чаду, любовь, это не просто подарки, подарки, ну, это, наверное, тоже какое-то выражение любви. Ну, вот пять языков, как минимум, как минимум, там, вот именно, дела, слова, прикосновения, проводить время, вот эти все моменты, это все должно быть у ребенка. А помнишь, как у поэта, мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь? То есть, даже, ну, скажем, лет там 200-300 назад, ну, тем более раньше, понимали, что подарок, это некое выражение чего-то, вот, но в каких-то случаях ничего не выражает? Ну, да, иногда так, да. Ну, я просто, слушай, я принес подарок, это проще, там, купил, деньги есть, подарил, и вроде долг выполнил. Но, если, а тепло, передача тепла, вот мама не передала тепло, не додала, няня никогда не передаст того, что передает мама. Ну, baby sitting. Наверное, этот ребенок растет и думает, ну, неужели я такой, такой ужасный ребенок, почему со мной родители времени не проводят, почему вот это ничего не происходит, и в этом тоже, вот, вот эти зачатки с очень низкой самооценкой, то есть, я даже мама не хочет видеть. да, 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 а еще получается так, что, если родители недодали любви, недосогрели, то есть, это отсутствие эмпатии, мы уже потихонечку будем вводить этот термин, потому что это... Нормальная человеческая вещь называется эмпатия. Да, сочувствие. Даже отмечают, что это прочувствовать, войти в боль и вот ее ощутить внутри. Надеть чужую, как говорится, чужую обувь и в ней походить. Да, сердце. Ты представляешь, если ребенок растет, и все это ведь в раннем детстве, закладывается, если он не почувствовал этой эмпатии со стороны родителей, откуда взяться этой эмпатии у него самого или у нее. Между прочим, снова мы подчеркиваем, что как мальчики, так и девочки, ну, оба пола, они подвержены опасности быть и стать нарциссами. Ну, еще такая тонкая вещь, да, перфекционизм проявляется в том, что от ребенка требуют всегда быть идеальным и буквально не позорить семью, да, наша фамилия, там, или какое-то положение, имидж, прочее, нельзя позорить. То есть у нас, допустим, все вот такие-таки, поэтому ты не должен, ты не должна, прочее. если учишься, значит, только должны быть у тебя там, ну, там, эй, там, не знаю, в зависимости от градации. И если это все дошло, все это приземлилось в ребенке, нормально, почему бы нет? Это вообще хорошо. Учиться хорошо, это хорошо, правда? Вот, отлично учиться, здорово, постигать здорово. Но если оно не дошло до ребенка в глубине, он это все дело не адаптировал, не абзорбировал это все, то получится, что от него требуется вот эта высшая планка, он до нее не дотягивает, и у него происходит некое раздвоение. Да, плюс ребенок, который должен в этом всем участвовать, он же, ну, как бы не глупый, дети же не глупые вообще в целом, они все прекрасно видят, все прекрасно понимают, они видят, что вот мы это все делаем просто для вида, чтобы вот показаться там просто вот такими вот. и как бы забегая наперед, давай отметим такую деталь, что вот эту картинку нарцисс будет один из четырех его видов, по крайней мере, не зловредный, не эта самая такая, знаешь, хроника, вот этот, ну, более-менее такой, там есть три, коснемся, то вот он ее будет постоянно показывать, картинку. То, что у него происходит дома, это за пределами картинки, там показывать ничего не надо, там уже отношения нарцисс и жертва, а картинка, она будет везде. Вот почему нарциссам в обществе всегда верят, а их жертвы упрекают в том, что они неправы. Или придумывают просто. Это такое, знаешь... То есть эту картинку над ней, как говорится, трясутся и дышат над ней, чтобы просто она вот оставалась, и всячески вот это все выкладывается, чтобы выглядеть максимально красиво. Да. Ну вот еще четвертое, давай уже отметим тогда причину, если недостаток любви, это была у нас третья предпосылка, это с одной стороны, то захваленный ребенок, это с другой стороны, который не знает, слова нет. Между прочим, считается, что за одно дело ребенка следует хвалить один раз. Если ты хвалишь его за одно и то же дело, два, три, там и больше, он становится захваленным ребенком. Ну я, конечно, сразу утрирую, от одного случая это не получится, но если это система и сегодня, и завтра, и послезавтра, и все время, то ты явно перебираешь уже в другую сторону. Уже такая, как бы надутая самооценка получается. Это уже даже не позитив, это уже чрезмерное восхваление, которое формирует нарциссам. Да, гордость, то есть это все шаги от Бога гордым противиться, то есть воспитание идет на анти-божью такую вот планку. Вообще, очень хорошо отмечаешь, что от Бога уход, потому что вообще главный акцент ударения в мире, в обществе, у нас, в жизни и в церкви должно быть на личности Бога, потому что Он, да, написано, что все от Него им и к Нему. По крайней, хотя бы, хотя бы вот в христианской среде. Да, да. Как минимум. Все правильно. И ты уже отметил, что первой личностью, которая бросила вызов вот этому главенству Бога, был дьявол, ну или Люцифер осеняющий. Говорит, я вообще, да, попытался как бы сместить, как у него это получилось, на себя, а вот ничего не получилось. Получилось, треть ангелов увел. Увел. Ну да, да. Но вот апостол Павел даже уже в своем служении говорит, мы не себя проповедуем, мы Христа Иисуса. Конечно. То есть мы не можем. Что делает нарцисс? Он тянет, простым языком говоря, одеяло на себя. То есть он акцентируется на себе, и, наверное, мы еще к этому подойдем уже в конце, когда будем делать вывод, но вот это вызов Богу, на самом деле. Это поклонение, поклоняйтесь мне. Да, поклоняйтесь мне. Удивляйтесь и ахайте, охайте, какой я. Да. Ну, и, конечно же, наверное, стоит посмотреть, даже не, наверное, а точно, на раннее воспитание, да? Откуда это все зарождается? Эти ранние годы, это серьезно. Это не просто там, ну, бегают мальчики, девочки, ну, там, ну, не знаю, поехали в отпуск, там, где-то провели время, все это нормально, абсолютно. вот что происходит, если так вот пройти по основным положениям, да, почти тезисно, по основным вехам раннего детского воспитания, да? Угу. Вот что происходит в период от восьми месяцев до трех лет? Хороший вопрос. Если коротко сказать, то выход из орбиты мамы, вот так вот, коротко, да? Ну, да. То есть происходит отделение, когда-то вот все девять месяцев, это вообще внутри, а потом происходит, ребеночек отделяется. Первое, первое время, он полностью с мамой, да, все, питание, и внимание, ласка, все-все-все, вот, а потом происходит, вот должно происходить, да, когда он станет по-хорошему независимым, и мама тоже будет независима, да? Вот возраст полтора года здесь либо мама удерживает его в своем мире, либо мама бросает ребенка на няню, о чем мы уже вскользь говорили. Да? Тут развивается у ребенка моторная активность и борьба за выживание. Считается, что давать свободу ребенку нужно, свободу исследовать мир, но постоянно ключевое слово ждать его, то есть эмоциональная связь. Мама, ну и папа, соответственно, просто мама, она чаще, больше с ребенком, он маленький, вот она здесь рядом, она должна быть доступная. все, что недополучил эмоционально ребенок от мамы, он потом будет восполнять, когда уже вырастет, излишней едой, алкоголем, наркотиками. период от полутора лет до трех происходит воссоединение с мамой. Если вначале это некое размежевание, то затем соединяется, это какие-то терпимые ограничения, слово нет, вообще должно приходить слово нет, и оно нормальное. если вот этого слова нет, то зарождается нарциссизм. Здесь появляется, может появиться злость, если ребенок слышит слово нет. Если у ребенка появилось слово нет, и, например, ребенок закатывает истерику, это ведь не просто, ну, давай сейчас мы его накажем, отшлепаем, ну, ты его отшлепал, но вообще понял он, что у него происходит, какое движение внутреннее, в какую сторону, смог ли ты каким-то образом повлиять на его внутреннее состояние, если не смог, а просто загнал, остановил, знаешь, как на всем ходу, вот там лошадь несется, ее там где-то вот раз, вот и все, вот, ну, вот, что с ребенком происходит, когда мы видим его ненормальное поведение, или, допустим, ребенок, который не умеет проигрывать, такое бывает, вот они играют, 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 да, если ребенок, ребенок вдруг, вот, ну, проиграл, все, там такая паника, там истерика, там обвинения, там ногами топает, руками топает, ну, не знаю, там что еще, а это ведь звоночек, это нужно говорить, нужно посадить, и возможно провести один вечер, можно сказать, нарциссы, они, как говорится, просто незрелые, да, не застряли в этом возрасте, именно так, именно так, они прошли вот эти базовые ступени, формирование, и мне объяснили, что, что вообще слова нет, это нормально, да, да, есть даже такое понятие, вот если весь диапазон брать, от социопатов до психопатов, то вопрос границ, наверное, мы еще коснемся просто такой конкретной характеристики, пройдем по этому портрету, вот, нет границ, давайте сейчас уже проговорим, коль скоро мы коснулись, любое ограничение воспринимается как вызов, как угроза, поэтому, если мы в детстве не справились с этим, ведь это, ну, как бы нормально, мы скажем, да, ребенок расстроился, там кричит, топает ногами, ну, бывает, может, такие-то, почти там, не знаю, не подсчитывал, но второй, третий, там пятый, давай какую-то статистику придумаем или, не знаю, прочитаем где-нибудь, с детьми это бывает, но здесь их корректирует, теперь мы давай перенесемся, отлистаем вот этих там 15-20 лет, и вот уже готовенький нарцисс, который все это делает, но теперь уже это не подлежит коррекции, это такое утвердившееся, закостенелое, если такое слово есть, вот какое-то такое твердое, черствое, застывшее. Ну, отпечаток такой получается, ну, вот все наши привычки, то, что мы делаем, наша нервная система, она постоянно все запоминает, и вот эти извилины в мозгах, и вообще как бы нервы, они запоминают, и, конечно, если это все поведение, которое было от полтора года, никогда вот не прошли вот эти базовые, вот формирующие шаги, то, конечно, там такой конкретный отпечаток, то есть там уже, там уже, я не знаю, только Иисус. Все правильно. То есть, если мы не поработали в детстве с ребенком, мы получим нарцисса, когда уже что-либо делать будет, ну, не хочу сказать, невозможно, как... Ну, вот в мире все говорят, что если возможно с вашей стороны, просто бегите. Эти люди, они не меняются, они не, даже не готовы согласиться с тем, что у них есть малейшее что-то, не то в своей личности, и поэтому, как бы, ну, вот он или она есть, кто, кто не есть, вяжите. Да, да, и другие должны, как бы, подстраиваться, ну, если подстраиваться, да, абсолютно верно. Весь этот, ну, хор психологов дает только один совет. Ну, наверное, редчайший случай, когда что-то другое, бегите, как можно быстрее, как можно дальше. Не тратьте свою единственную жизнь. Причем вам там еще этот recovery требуется после, правда, да? там потом нужно ходить, там, как говорится, да. Да, вот такое. Ну, давай дальше пойдем еще, вот поэтому детское, детское, как бы, состояние, которое, ребенка, при котором, может закладываться, закладываться основы или основа для будущего нарцисса. Вот считается, что от полутора лет до трех происходит воссоединение с мамой и папой. Это, мы, кажется, уже отметили. То есть происходит, как бы, кстати, очень важно, когда есть такая, ну, потребность после трех лет придания смысла. То есть нужно привносить смысл в жизнь ребенка, сознание его, да, личность должна обогатиться определенными смыслами, которые уже на том этапе необходимы. Здесь, в отличие от периода до трех лет, уже развивается речь. Да? С помощью речи он или она может контролировать мир. И, если посмотреть на период с трех до шести лет, в этот период возникает тревога. Связь с мамой отходит, а что дальше? Нужен реалистичный позитив, в мире все есть, и в мире есть хорошее. Есть и плохое, но добро побеждает зло, а здесь должна Библия звучать, и в обильной мере насаждаться. Я вспоминаю, как один миссионер так и сказал, говорит, дайте мне ребенка до семи лет, и он никогда не уйдет от Господа. Предание смысла, да, период с трех до шести. Здесь могут быть другие позиции, я не настаиваю, что это только так, есть, ну, да, разный взгляд, подход, но давай возьмем за основу, что вот так, это уже обкатанное понятие, и его можно взять на вооружение. Вот, ну, и что еще здесь можно отметить? Вот какой позитив? Смотри, вот как можно вот позитивно подавать какие-то вещи, которые, ну, как бы негативны по своей сути? Например, ребенок ленивый. Но ведь можно сказать «ты ленивый», да, а можно заменить, можно сказать «ты мечтательный». Можно сказать «ты капуша». Не так давно меня спросили, а что такое капуша? Ну, вот копается, вот никуда, ничего, вот что-то вот все. А можно сказать «ты скрупулезный», да, можно сказать «ты привередливый, То есть ты придираешься к каждой мелочи, в том числе в еде, привередливо в еде, а можно сказать, ты избирательный. Это же позитив, правда? И вот оно уже придает определенное, оно доносит смысл, смысловая нагрузка хорошая, достойная, но при этом мы не угнетаем словесно ребенка и не учим его, что это нормально. Конечно, то есть обычно у этих детей в домах это вполне нормально, что там кричат, обзываются, вот как говорится, слова, они имеют очень мощное влияние, и конечно, если этого ребенка с 3 до 6 лет, даже если не его или ее лично, но перед ним вот это все происходит, он видит и опять же copy-paste, просто повторяет. Да, на самом деле воспитание, это же то, что мы говорим, это правильно, хорошо, нам нужно говорить, настав юношу при начале пути, это же наставление, но то, что мы делаем, обладает мощным зарядом влияния, причем настолько мощным, что кажется, это действует более решительно, чем то, что мы говорим. В особенности, когда между тем, что мы говорим и тем, что мы делаем, есть разница. Считается, что после 6 лет влияние родителей на ребенка это только 60%. Можно оспаривать, но давай возьмем за основу. И с каждым годом это влияние становится все меньше и меньше. Потом будет возвращено уважение ребенком. В этом смысле нам нужно учить детей не только нас любить, но и уважать. Потому что если мы научили ребенка любить, что, наверное, проще, естественно, мы его любим, он нас любит, но не научили уважать, то неуважение ребенка к нам растопчет его же любовь к нам. Проверочный вопрос. Уважает ли меня ребенок мой? С какого раза он меня слушает? Он или она? С первого это хорошее уважение. И нормально добиваться, объяснять, показывать, ссылаясь на Библию, опираясь на Библию, что вот почитай отца и мать. Это нормально уважать родителей. Это говорит Библия. Мы не просто к себе требуем уважения. Я вот хороший такой, да? Ты должен меня уважать. И вопрос-то не во мне. Вообще не про меня. Не про родителей, про Бога, про Библию. О Библии сказано. Почитай отца, будешь долголетен, будет тебе благо. В этом смысле уменьшение влияния родителей на ребенка заменяется другими влияниями, в частности, влиянием старших детей. А я частенько попадаю в семьи, часто бываю где-то в каких-то местах, и если я вижу первенцев, я обязательно им уделяю внимание. Ну вот, кстати, у тебя тоже нагрузка получается, да? То есть, когда все детство, ты понимаешь, что твои братья и сестра, допустим, в твоем случае, это те, которые младше тебя, о которых должен заботиться и помогать, и родители тоже. Вот ты смотри, ты старший. Это вот такое, правда? Вот я часто говорю старшим первенцам, говорю, знаешь, знаешь, на тебя просто колоссальная ответственность. Если вот ты вот вырастая, пойдешь влево, за тобой пойдут все остальные тоже влево, ты потом вернешься, вернутся ли они? Как ты сможешь жить, если они не вернутся? Что необходимо после шести лет? Есть еще одна схема, считается, до шести лет – это one way, да? В одну сторону идет направление. С шести до двенадцати – это two ways communication, да? Взаимное. То есть, мы уже не только говорим детям, но мы их слушаем. Итак, типы нарцицизма. Вообще, они все одинаковые? Нет, нет. Мы можем встретить разных видов. Правильно. Первый – это обыкновенный. Да, вот представляешь, уже есть обыкновенный. Ничего сверхнеобычного нет. То есть, есть самомнение, напыщенность. Помнишь, вначале читали мы текст? То есть, потребность в восхвалении, недостаток, или можно сказать… Да, давай отметим именно недостаток в сочувствии, потому что… Нет эмпатии. Да, потому что полное отсутствие эмпатии все-таки приписывают психопатам. Это уже крайняя форма. Им кажется, что все им завидуют. Они искренне верят в свою особую значимость. Это первое, обыкновенный. Искренно. Да, искренне верят. Если это вообще возможно, вот вся эта искренность, которая проходит через сложные перипетии личности. Да, кстати, нарциссы, они же могут морфировать вообще, ну вот, это вот по тому тексту, который мы читали в самом начале. Да. То есть, ну вот, будут иметь вид благочестия. Да, да. То есть, по этой пленочке, та-та-та-та-та-та-та, могут там, как говорится, и из Библии сказать, и все сказать, и поменяться, и вот так, и вот так. То есть, вот морфизм. Ну, коль скоро мы этого коснулись, примеров много. Раньше я как-то на эту тему не задумывался, проблема-то была, но всегда в какой-то мере присутствовала. Я помню, об одном проповеднике так говорили, что он часто поднимал руку на свою жену. И его сын рассказывал, говорит, папа, в то воскресенье, как раз с утра, ну, почему-то там она что-то, не знаю, сделала не так, и, в общем, он ее побил, маму. В этот день он должен был проповедовать, говорит, каково было мое удивление, когда он вышел за кафедру и проповедовал о любви. Это классика. Так вот, первый, он обыкновенный, второй, это скрытый. Это, собственно, тот же самый, но неговорливый. Потихонечку верит в свою собственность, в собственную ассену. Абсолютно. Он по-прежнему внимателен к другим, но чтобы только найти недостатки. Отсюда особенно манипулярен, недемонстративен. Здесь больше зависти. То есть он как-то сконцентрировался внутри себя и вот где-то проявляется. Отличие от человека со скрытой самооценкой, эти последние реагируют на замечания и готовы исправляться. То есть что-то вот в этом типе есть. Почему мы оговариваемся, что психопат это больше такая законченная форма, хотя там есть свои отличия. А тут вот в этом подвиде есть что-то такое, где... И мы опять-таки еще коснемся того, что какой-то малый процент, известный миру, где признаются в том, что исправились, вышли, вылечились. Хотя это мы уже отмечали не болезненное расстройство, но пришли в нормальное состояние. Третий подвид — общественно полезный тип, самый добрый, самый полезный, но, конечно, без сочувствия к людям. Нарцисс имитирует сочувствие, потому что он видит это у других, внутри он это не испытывает. Имитирует любовные отношения, опять же, не испытывает. Вот это третий. Ну и четвертый, злокачественный, слушай, почти как опухоль. Он же психопат с нарциссическими наклонностями. Он просто издевается над людьми. Между прочим, есть нарциссы, мужчины или женщины, которые очень любят едкость, любят ерничать. Это вот их постоянный такой замес. То есть речь построена на колкости. Мы говорим, да, язык такой, знаешь, там, длинный или какой там. Ну, на самом деле это сущность, это личность, это расстройство психическое определенное. Это не просто так. Опять же, для того, чтобы не создавалось неправильное ощущение, мы сейчас вот весь мир, как говорится, не записали в нарциссы, то здесь нужно отметить, что и ерничать, и там какие-то колкие словечки бросать, это могут все или почти все. Но здесь это патологическое состояние, это норма, это обычный язык. Да, дефалт. Да. Давай пройдем по этим основным характеристикам, для того, чтобы картина была полной. Первое – это уверенность в собственном превосходстве. Именно превосходство – это признак номер один нарцисса. Вот он над всеми. Гордость. Да, гордость, которая продуцирует вот это превосходство. Уверенность в превосходстве отличается от простой уверенности в себе. Ведь человек неуверенный в себе, да, это ведь плохо. Неуверенный. Вот как-то все, где-то пальчики там ломает, он не знает, и он или она. А здесь, уверенность нормальная, но здесь она гиперувеличена. Она просто говорит сам и о себе. Вот в этой уверенности, да, сам и о себе. Например, мы говорим с человеком, точнее слушаем его, и он вот рассказывает о себе и все время говорит, 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 говорит. Мы где-то выловили паузу и быстренько попытались ставить что-то там, что-то отвлеченное или, например, про себя сказать. Этот человек рассказывает о себе, и мы говорим, слушай, вот у меня там. Тут же он смотрит на часы и говорит, вы знаете, я очень занят, я пошел. Мир нарцисса состоит из хорошего и плохого, высшего и низшего, правильного и неправильного. В его сознании существует определенная иерархия с ним самим наверху. Это единственное место, где нарцисс чувствует себя в безопасности. На положении Бога. На положении Бога. Нарциссы должны быть самыми лучшими, самыми правыми и самыми компетентными. Делать все по-своему, владеть всем и контролировать всех. Вторая характеристика нарцисса – это преувеличенная потребность во внимании и одобрении. Мы теперь собираем то, о чем мы даже где-то вскользь говорили, чтобы у нас была просто полная картина. Сейчас ключевая черта нарцисса – это постоянная потребность во внимании. Естественно, к его собственной персоне. Извиняюсь, поскольку вот эта вот очень пониженная самооценка, она компенсируется тем, что постоянно нужно создавать такие вот ситуации, где внимание, получается, попадает на меня, нарцисса. И мы готовы рушить и ломать и делать абсолютно все, даже если оно может принести вред или боль другим людям, лишь бы заработать это внимание. Да, все правильно. Именно любой ценой. Причем отмечается, что любая похвала и одобрение, которое звучит в адрес нарцисса, подобно воронке внутри его, то есть попадает, протекает, в общем-то никакой пользы ему не приносит, и ему нужны новые и новые порции этих восхвалений, и он их до конца не оценивает. Это просто нормальное состояние, когда все он слышит. Да, и что интересно, что не только даже это должна быть похвальба, это может быть любое внимание. То есть готов, как говорится, даже кризис создать, лишь бы вот это внимание легче. Да, быть в центре, и все это ради того, чтобы, опять же, восхваляли. Третье – это потребность в контроле. Контролер. Все, да? Постоянные манипуляции, попытки все контролировать. Опять же, неуверенность в себе. Абсолютно так. Поскольку нарциссы постоянно разочаровываются в несовершенстве жизни, они хотят сделать как можно больше, чтобы контролировать ее и формировать по своему вкусу. В голове нарцисса как будто всегда есть сюжет, в котором каждый персонаж говорит и поступает только определенным образом. И как только нарушается эта картинка, он должен, опять же, ее контролировать и опять загонять под этот самый сюжет. Четвертое – отсутствие ответственности. Отсутствие ответственности является ярким признаком нарцисса. В чем это выражается? Хотя они и стараются, и стремятся контролировать ситуацию, они никогда не хотят нести ответственность за результаты. Имеется в виду неудачи. Все, что хорошо – это, понятно, хорошо. А вот то, что плохо – всегда виноват кто-то. Даже когда он кричит, он или она, неважно, опять же, мы все время подчеркиваем, что это и мужчины, и женщины, и даже трудно сказать, кого больше в мире, мужчин или женщин, с нарциссическим расстройством личности. И, ну, давай представим, что это вот он кричит, и когда ему говорят, а что ты кричишь-то? Ну, тем более там злые слова, там все такое. А он говорит, это же ты меня довела, он своей жертве скажет. Ну, или другому мужчине, который, да, именно ты виноват. То есть никогда не берет ответственность за то, что, подожди, ты же сорвался, это же, ты же вот потерял самообладание. Но если бы ты этого не сделал, я бы не сорвался. Да, считается, что настоящие руководители всегда берут ответственность на себя за промахи. Вот. Ну, мы сейчас не про руководителей. Хотя нарцисс, он может быть и руководителем где-то. И даже, ну, не хочется называть имен, говорят, что где-то там и в политике присутствуют и прочее. То есть те, которые... И вот, но здравый человек, он руководитель настоящий, талантливый, если так можно сказать, он возьмет всегда ответственность на себя, скажет, слушай, мы недосмотрели, мы провалили, мы... Там попросят прощения, скажет, народ, ну, не народ, ладно, там кто еще, скажем, общество, организация. Ну, давай так вот, такой идеальный вариант. Это руководитель компании, который говорит, слушайте, коллектив собрал, сказал, мы вот тут вот не доработали, это моя вина, я недосмотрел. Это нормальное поведение. Нарцисс никогда этого не делает. Всегда чья-то вина. Пятая характеристика нарцисса это отсутствие границ. Многим людям не хватает границ или они регулярно нарушают личные границы других людей, но для нарциссов это просто порядок внутренний. Ну, понятно, почему нет границ, потому что он же там сверху, это иерархия. Ну да, правило это для всех. Для всех, да. Но не для меня. Не для меня, потому что у меня высшее призвание, я вот где-то там на верхушке всего, и поэтому в этом смысле они ну, навсегда, пока остаются нарциссами, они остаются двухлетними детьми, которые считают, что все принадлежит им, а люди думают, чувствуют и хотят того же, чего хотят они. То есть нету правильного мироощущения, правильного понимания зрелости нет. Сбит, да. Да, сбой определенный. То есть, секундочку, ну тебе там 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет. У тебя же есть какие-то обязанности, у тебя же границы есть, в конце концов. Если ты едешь, например, по улице, и там ограничение скорости 30 миль в час, скажешь, а для меня нет границ. Ну, там нарушаю прочее, да. Или еще что-то. Ну, давай какой-то закон другой. Законы существуют для того, чтобы нас, ну, мы жили в человеческом сообществе, не нарушали чьих-то границ, не выходили на чьи-то территории и прочее. Это нормально. Нормально. То есть, есть мои личностные границы, есть у тебя и прочее. Вот так люди сосуществуют, так всегда было. Разве что там где-то в джунглях, но я про джунгли не знаю. Я предполагаю, что там какие-то свои законы. Конечно. Но нас это не касается. Отсутствие границ выражается в том, что они часто обманывают и потом не признают этого. Это устойчивое мнение психологии. И с этим трудно не согласиться, потому что обман, он должен будет прикрыть потом вот то, что границы были нарушены. Да, вот такое. Шестой, шестая характеристика нарцисса это отсутствие эмпатии или этого глубокого сопереживания, сочувствия другим. У нарциссов очень мало способностей сопереживать другим. Почему я так говорю, не категорично говорю, что полное отсутствие. Есть как бы две позиции психологии. Это полное отсутствие, но где-то вот я больше склоняюсь к тому, что это все-таки свойственно психопатам. А в нарцицизме где-то что-то какие-то... Сильно пониженное, очень-очень придавленное, там практически вот эмоционально это не развито. То есть что-то там было пропущено, там в детстве или где, и вот эта функция, она просто не работает. Я больше склонен думать, что собственная боль нарцисса вытесняет боль других. Ну да. Вот так. То есть его зацепили где-то что-то, и вот он... Ну и плюс жить с такой низкой самооценкой, это тоже вызывает определенную боль. Когда в своих мыслях ты представляешь себя здесь, потом смотришь вокруг себя, и там далеко не здесь, и вот эта разница, он дезонанс создает, и это и является душевная боль. Абсолютно. Не стыковка вот реальности и того, что хотелось бы. Верно. Седьмая характеристика воспринимает все как угрозу. Здесь я хотел бы коротко отметить, что у нарциссов все очень плохо с эмпатией, что мы уже обсудили. Они просто не распознают чувства и настроения других, поэтому заранее считывают малейшие изменения в эмоциональном фоне собеседника как угрозу. угроза. То есть, а это напряжение, и ты не можешь с нарциссом войти в эмоциональный контакт, поскольку эмоции там как бы подвержены определенными изменениями. Их нет. Да, ну да, вот это я хотел сказать, что их нет, и вот они, а то, что есть, это скорее имитация, такое вот, да, то в итоге вот эта проблема с эмоциональным контактом. Ты встречаешься с человеком, и ты не можешь контактировать с ним. Что такое? Как будто вот он, ну есть же закрытые люди, да, и мы отличаем просто закрытость, человек не хочет выходить на контакт, от патологической неспособности контактировать в силу эмоциональной дисфункции. Восьмой признак или характеристика нарцисса, несмотря на то, что с эмоциями все так непросто, большинство решений в своей жизни они принимают, опираясь именно на эмоции, а не на логику или рассудок. Как бы, на первый взгляд это некое противоречие как бы с эмоциями проблема и вдруг эмоции. Но это вот что. Это просто вот рефлексия на что-то, что понравилось. Чтобы потом понравиться другим. То есть, например, простой пример, машина. Да. Но здесь машина не просто там, вот она меня как-то вот зацепила, она мне понравилась, потому что я думаю, что она понравится другим людям, и я буду лучше. Статусность какую-то, да. Я буду выглядеть, да. Я буду на высоте, что, в общем-то, мне и приличествует, то есть я там должен быть. Так и должно быть. Да, так и должно быть. Девятое разделение. Личность нарциссы разделена на хорошие и плохие части, и они также делят все в своих отношениях и всех на хорошее и плохое. В любых негативных мыслях или поведении обвиняют других, в то время, как себе приписывают все положительное и хорошее. Они отрицают свои негативные слова и действия, постоянно обвиняют других в неодобрении. Они также помнят события и факты, как совершенно хорошие и чудесные или как плохие и ужасные. И опять же, соответственно, они причастны к хорошему, а другие причастны и там что-то подготовили, сделали, допустили плохое и ужасное. Десятое. Очень сильный и очень глубоко поддавленный стыд. Нарциссы не испытывают вины, потому что думают, что всегда правы и не верят в их поведение, что их поведение действительно влияет на кого-то еще. Но они таят в себе много стыда. Поскольку это клубок противоречий, то внутренний глубоко поддавленный стыд, очевидно, близко связанный с низкой самооценкой, вот все это настолько сливается как бы воедино, что в итоге внутренний стыд нужно постоянно доказывать, что ты на самом деле самый-самый-самый хороший, лучший, положительный, и отсюда перепад в настроениях, отсюда, ну это хотя больше, наверное, импульсивность, это больше социопатам свойственно, тем не менее здесь тоже присутствует вот что-то такое то вверх, то вниз, вот эти качели. Да, то есть они сосредоточены настолько на самих себе, что, ну опять же, они не испытывают стыда, например, когда они опять же начинают влиять на жизни окружающих людей опять же все здесь на самих себе. Все правильно. Не замечают ничего. Все правильно. Одиннадцатое, предпоследнее, бессовестное использование других людей. Манипуляция. Манипуляция. Вот как только человек приносит выгоду, пользу, им будет пользоваться, вне зависимости от чего-либо. То есть просто пользуется и все. Как только человек перестал быть выгодным, его просто отбрасывают или так по-простому говоря размазывают. Ну да. Или если этот человек перестает, как говорится, быть полностью вот в таком восторге от нарцисса. Да. То есть когда вот нарцисс чувствует, что мне больше не поклоняются, я уже как бы не бог, вот номер один. То тут тоже, конечно, да. Верно. Ну и двенадцатая характеристика неспособность общаться или работать в команде. Тоже понятно, потому что он самый-самый, она самая-самая, поэтому с кем там работать-то? Все ниже, все недостойнее, все недостойные. Вдумчивое, продуктивное совместное поведение требует реального понимания чувств других людей. Ну поскольку здесь с этим напряженка, то вот и это не получается. Как распознать нарцисса при знакомстве? Здесь хорошо посмотреть, как он относится не к тебе, а к другим. ну да, тебе он сейчас, ты его цель, он будет всячески делать так, чтобы, как говорится, ты сказал вау, вот этот человек. Да. Ну вот, наверное, давай такую посмотрим схему, скажем, девушка и парень, да, и вот молодой человек влюбляется в девушку, да, считается, у психологов это устойчивое мнение, позиция, что делает при этом нарцисс, он просто осыпает комплиментами, подарками вот свою будущую жертву, то есть там восхищение просто запредельное, зашкаливает. Это для того, чтобы подчинить человека. Потом все пойдет по-другому, когда уже подчиненный, там будут уже другие слова, другое все, но вот пока это происходит, поэтому нужно обратить внимание, скажем, девушка, девушка, которая познакомилась с молодым человеком, как он относится не к ней, а к другим. Например, хорошо бы прийти с этим молодым человеком в ресторан. Если он ведет себя высокомерно по отношению к официанту, ну это первый звоночек, что перед тобой нарцисс, потому что он всегда господин, а все ниже, и он будет вот так откуда-то сверху. То есть он в официанте не видит человека, он видит просто вот функцию. Да, функцию. Второе, как распознать, эмоционально привязывает. То есть привязка, опять-таки, нормально привязываться эмоционально, эмоции, это хорошо, но эмоционально подтягивает, окружает вот этими всеми, всей этой ажурностью, все такое. И просто неземная любовь, просто неземная любовь спешит, один из тоже признаков, который называют специалисты, спешит пожениться. Ну, скажем, если это, да. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все те, которые поженились, ну, познакомились, скажем, за 2-3-4 месяца, не знаю, полгода и поженились, там, ясность полная, все, познание воли Божьей, что это ненормально, это плохо, нет, ни в коем случае. Мы близко даже так утверждать не можем, но есть особенность у нарцисса, он торопит, потому что его маска может слететь раньше времени. Если она слетит, тогда уже ничего не получится. Это просто шоу, это шоу, чтобы как Гриса, она кричет. Ну, и, наконец, наверное, третье будет, вот как распознать это, культивирует в человеке чувство вины. Конечно, на том этапе, когда дело идет к свадьбе, вряд ли это будет чувствоваться, как, впрочем, и вот эта вот чрезмерная опека, опека, опекает, опекает везде, все вместе, тоже, ну, что в этом плохого? Но потом, это будет, вот вопрос звучать, ты где? Каждые, там, пять минут, понимаешь? Ну, это то, что во всей, вот, по сути дела, весь интернет наполнен, насыщен тем, что мы уже говорили, что, скажем, в обществе, уже давно об этом говорят, но поскольку мы сталкиваемся, допустим, вот у нас, у пресс-фитеров, да, есть постоянная работа с семьями, и мы в семьях сталкиваемся с этим явлением, и поэтому перед нами просто стоит огромная задача этот вопрос решать, причем решать его правильно. сейчас говорили о том, как распознать нарциссы, есть вот определенные вещи и вот поступки, которые они делают, но также есть фразы, которые ненавидят нарциссы, вот то, что, как говорится, ну, очень их себе. Где-то выводят их из себя и прочее, Еще больше из себя, да? Да, вот именно, еще больше из себя. Ну, первое, это ты не прав. А. Если нарциссу говорят, ты не прав, это все, это Третья мировая война. Как я, Бог Вселенной, не прав. Центр всего там, да, прочее. Когда вы не соглашаетесь с его пророчествами, ну, пророчества в кавычках, например, если ты будешь так себя вести, у тебя будет вот это. А ты говоришь, нет, этого не будет. Ну, или, например, вот, нарцисс зачастую любит, как говорится, прямые такие личные атаки делать, но, опять же, я не принимаю этого, или я не согласен с этой оценкой. То есть, ты удерживаешь позицию, и каждый человек имеет право на определенную позицию, ты говоришь, нет, это не будет. Ты говоришь, вот, если ты не будешь со мной все время ездить, например, то это приведет тебя, ну, не знаю, к чему-то там приведет, ну, что он там пророчествует. И ты говоришь, нет, не приведет. Мужчина или женщина, неважно, родители, дети, тут соотношение может быть следующее. Когда вы хвалите других людей, хвалить вы должны только его или ее. Естественно. Причем другие люди, по мнению нарциссов, они либо воры, либо они какие-то не совсем нормальные и прочее. Не так давно я был на одной встрече, и мы говорили как раз вот на эту тему. То есть сегодня эта тема на самом деле волнует и начинает волновать нашу христианскую общественность. И я помню, один брат, очень остроумный, сказал, он сильно прослушав все эти характеристики, говорит, ну, я у себя насчитал там столько-то. Ты еще знаешь, Симора, он говорит, у меня пятеро, у жены шесть, шесть там признаков. Я говорю, нарцисс никогда в себе не видит нарцисса. Нарцисс не заметит ни одного качества. Ни одного не заметит. Да, это все вокруг, но не он. Поэтому если появляется это ощущение, а может быть, я все-таки там нарцисс. Вроде я нарцисс. Да, да. Это первый признак того, что как раз тебя это не касается. Еще. Любое ваше обесценивание нарцисса, это просто для него убийственно. Вы где-то его недооценили, где-то вы сказали, где-то вы... Даже в мелочах. Да, даже в мелочах. Очерчивание границ вами, я не могу, сейчас, например, да, или не могу вообще. Это то, что выводит из себя нарцисс. Не должно быть этого. То есть люди, которые рядом с ними, являются их собственностью. И... А собственность, это вот... Вот собственность, да, я поставил сюда или я поставил сюда. Куда хочу, туда и поставил. Ну и вообще любой отказ. Он знает лучше всех. Он или она, опять-таки. Я подчеркиваю, он или она. Друзья, это ни в коем случае не может быть чем-то вот только вот там молодые люди или только там пожилые люди или этот пол или этот пол. Ни в коем случае. Это может быть и он, и она. Ну, мы христиане. В нашем христианском обществе эта проблема, особенно за последние несколько лет, она очень-очень сильно поднимает свою голову. Вот как или что делать с нарциссом в церкви? Ну, по сути дела, это наше заключение, наверное, будет, да, нашего разговора на эту тему, поскольку именно в церкви мы сегодня все более и более сталкиваемся с этой проблематикой, поэтому нам нужно что? Первое. Нарцисс — это жалкая попытка недостойного человека быть Богом, естественно, с маленькой буквы, для своего окружения. Ну и, скажем, в американской христианской среде однозначно утверждают, и мы с этим, конечно же, соглашаемся, что это грубейшее нарушение Божьего слова. И мы это уже отмечали. Это антибожия позиция. То есть, Библия говорит о том, кому поклоняться в евреи, в иудаизме, более точно, в библейском иудаизме это настолько было отчетливое ясное истина, что вот Мардахей, да, мы помним, он говорит, все поклоняются тому, которого возвеличил царь Артаксеркс. А Мардахей говорит, я не поклоняюсь, не вставал, не кланялся. Это стоило тому, что, ну, мы знаем, книга из фильма. А второе. Нам нужно увидеть эту проблему, признать ее. Что это значит? Это значит, что кроме отчетливых грехов, очень ясно обозначенных в Писании, например, блуд, воровство или другие, вот все прописано, все сказано, есть вот это. Это проблема, это нарушение Божьего слова, это домашнее насилие, нередко именно с этим связано, словесное или физическое, словесное, нисколько нелегшее и не лучше того, которое физическое, поскольку оно и есть насилие, оно и есть насилие, как ты его не поставишь. Дух, душа и тело, насилие есть насилие. Да. Вот. Нужно признать, что это духовная проблема, с которой нужно работать. Вот это второе. То есть, перед тем, как мы будем диагностировать кого-то, с кем-то мы работаем, скажем, проблема в семье, например, или проблема межличностная, не обязательно. Нарцисс, это может быть два человека где-то в молодежной группе. один нарцисс, который все время угнетает какого-то другого. Ну, я так вот навскидку просто придумываю, так сказать, возможные варианты. То есть, признать, это есть и это проблема, и с этой проблемой нужно работать. Это второе. Третье. Нам, ну, это уже больше вот нам, служителям, да, пастыре, которые поставлены на позицию принятия решений в церкви. Нам нужно пересмотреть решение по домашнему насилию и нарцицизму против нарциссов и за жертву. Установка терпи, люби, например, ну, это больше, наверное, женщин касается, хотя мужчин это может касаться тоже, жена нарциска, и она просто не дает жизни своему мужу. Ну, она там главенствует, все, а вот-вот, он бедный там уже не знает на трех работах, не знает, как обслужить ее и, как говорится, на каком животном там подъехать к ней и так дальше. То есть, вот эта установка люби, терпи, не выноси мусор из избы, это в контексте разбираемой темы неправильная позиция, и она должна быть отвергнута нашими церковными уставами и нашей практикой церкви. А иначе, как понимать тексты, скажем, мужья, не будьте суровы, ну, вот, кстати, не сказано, чтобы жены не были суровы, да, поэтому здесь я уже твердо говорю, что вот муж по отношению к жене, как понимать этот текст, не будьте суровы, будьте благоразумны, благоразумно обращайтесь с женами вашими, да, оказываем честь, ведь это Божье Слово. Соучастникам. Все правильно, соучастникам благодатной жизни. То есть, если, скажем, вот муж, он нарцисс, и он со всеми вот этими особенностями ведет вот эту свою тиранию в доме, практикует ее, он нарушает Божье Слово. Просто сказать ей терпи, люби, это называется отмахнуться от проблемы, то есть мы ее не решаем. Достаточно нам того, я беру крайний вариант, что мы периодически хороним. Это бывает, конечно. Это жуть. Но что мы делаем? Мы плачем с плачущими. Секундочку, а может быть нам, пасторам, все-таки надо было бы что-то предусмотреть, может быть, на шаг вперед нужно было смотреть. Если домашнее насилие происходит, не просто сказать, а ты там терпи, та люби, та знаешь. Но понимаешь, в чем проблема? Нарциссам верят, их жертвам нет. Ну да, опять же, нарисована эта картиночка, это чудесная, как говорится, иллюзия. Он ангел, он ангел, а она какой-то вот демон такой, который там вот не послушен. Все придумывает. Да, она все придумывает, накручивает. Если бы вот она этого не делала, вот он был бы, не расстраивался бы. Да, конечно. Ну и четвертое. Это, пожалуй, самое важное из этих четырех положений касательно вывода. Должна быть примена дисциплина против нарциссов. Во-первых, наша позиция должна быть про тех или за тех, которые являются жертвами их. Ну да, не становиться же на сторону агрессора. Да. И второе, должна быть дисциплина. Вообще, вот с выходом из ситуации мы уже отмечали, что у психологов есть только одно. Бегите от нарциссов, чем быстрее, тем лучше, чем дальше, тем лучше. И то, они при этом разрыве могут себя повести агрессивно, догонять вас и так дальше. Мы христиане, как у нас, достаточно сложно. Мы не можем сегодня сказать, скажем, мужчина или женщина, если вы являетесь жертвой нарцисса или нарцисски, бросай, беги. Секундочку, а как дальше будет жизнь устраиваться? Что это? Развод, второй брак? Это достаточно проблематично, потому что у нас есть основания для развода, Писание говорит, кроме вины прелюбодеяния. А тут получается, что это? Жить невозможно, но нужно. Вот здесь важно, чтобы мы, по крайней мере, это с позиции, даже не по крайней мере, с позиции Библии, очень ясная должна быть точка зрения, нарцисс или нарциска, которые нарушают Божье Слово, должны быть наказаны. Ну, естественно, что в дисциплине есть эти поэтапные решения, увещевания, увещания, обличения, замечания, отлучения. Но дисциплину мы должны применять, почему? Потому что нарциссом или нарцисской нарушается Божье Слово. И, возможно, через это мы сможем повлиять на ситуацию, если, скажем, это происходит в семье, потому что нарцисс, у него будет реакция на наказание. У него же картинка, он же, он или она, там же, они же вот такие белые и пушистые, поэтому и тут вдруг получается, что, значит, в церкви наказывают. Редчайший случай, как я уже сказал, практически, ну, я еще не слышал ни об одном случае, когда бы нарцисс, во-первых, диагностика, вот, чтобы была соответствующей, и чтобы он или она, нарциссы, были наказаны. Я такого еще не слышал, но, в конце концов, должен быть прецедент, и вообще нам нужно, как я уже сказал, занять эту позицию. Теперь, что касается того, насколько расстройство личности, известное под названием нарциссизм, ну, излечимо, неизлечимо, как мы назовем, исправимо, насколько. я выписал для себя свидетельство одной женщины, которая пишет, в свое время я излечилась от нарциссизма. Это был непростой процесс, но мне повезло, ну, я даже не знаю, это верующая женщина или нет, возможно, нет, но имеется в виду во церковленно, не во церковленно, не имею понятия. Просто вот такая ремарочка небольшая. Мне помогла подруга, она училась на психолога. То есть, мне лично дает это надежду на то, что близкие люди, близкие люди где-то каким-то образом могут вызвать почти необъяснимое расположение и некую внимательность к словам, к своим словам, тех, которые страдают нарциссизмом. Ну, и, пожалуй, самый для нас, как для верующих людей, для служителей, самым, пожалуй, ярким свидетельством того, что возможно изменение психики у нарцисса, в частности, это деградировавший полностью царь Навуходоносор. Уже нами упомянутый сегодня, когда в его помутневший рассудок все-таки проник свет Божьего откровения. Это единственная надежда. В этом смысле у нас мы, верующие люди, у нас есть вера, у нас есть Библия, Бог, в конце концов, Бог, который над всем, который все может. Все может. Но проблему нужно видеть, ее нужно решать. Конечно. В надежде, глубокой надежде на то, что Бог поможет, ведь наша задача сегодня не просто причинить боль кому-либо, даже тем же нарциссам. Наша задача помочь сегодня, спасти, если возможно, вот, хотя бы некоторых, как апостол Павел говорит, то есть задача такая, чтобы помочь людям. Это наша исходная позиция. Но там, где не получается вот с увещаниями, обличениями, должна быть дисциплина, как мы уже говорим. Поэтому вот вывод. Проблема есть, с ней нужно работать глубоко, с молитвой и с глубокой верой в Бога. Аминь. Аминь.